Сама не знаю, как я нашла тебя в этом безумном мире. Нашла тогда, когда уже ничего не ждала, никому не верила. В правду говорят, что самые судьбоносные встречи происходят именно тогда, когда ты меньше всего этого ждешь. До этой встречи я уже потеряла веру в любовь. Просто люди так часто уходят из моей жизни, а потом другие вторгаются в мою жизнь. И так все по вечному кругу. Чаще всего мои отношения с мужчинами не складывались потому, что я сильная женщина. Уверенность в собственных силах отличает сильную женщину от слабой. Если я сильная, значит все выдержу. Все предательства и все невзгоды. В критических ситуациях никогда не ждала, что кто-то придет и спасет меня. Я способна спасти себя сама и при этом не только себя, но и других. Нажитый опыт не выкинешь. Становится невыносимо ждать действий от мужчины. И понимаешь, что проще и лучше все сделать самой. В таких случаях я просто не даю мужчине возможности себя проявить. И увы, он перестает быть в моих глазах мужчиной. Своими поступками я превращаю его в того, от кого ни пользы, ни дело. Я никогда не соглашалась с традиционным понятием о том, что женщина – ведомое существо. Я привыкла сама выбирать себе партнеров, а не скромно ждать, пока выберут меня. Я всегда хотела найти руки, в которых бы мне хотелось растаять. Я всегда тянулась к мужчинам, которые не боятся ярких и умных женщин с нравом. Самой не верится, что когда-то я носила розовые очки, верила в красивые сказки и могла пожертвовать многим, если не всем. Сейчас это так странно вспоминать. Я бросалась в отношения с огромной самоотдачей в надежде, что на этот раз они продлятся всю жизнь. Я действительно верила, что мужчина сможет меня сделать счастливой. Дура. Тогда я еще не понимала, что счастье не где-то, оно внутри. Когда-то я с таким трепетом ждала звонка от понравившегося мне молодого человека, глотая слезы, что звонка нет. Как же необдуманно я тратила свое время и нервы. Из наивной, любящей всем сердцем девушки я превратилась в циничную стерву с острыми клыками и ногтями. Я стала сильной настолько, что мужчин стал пугать моя сила. Я перестала искать любовь и поняла, что лучше пусть она меня ищет. Я стала слишком свободной, чтобы связывать себя какой-то определенностью. Одиночество уже давно стало моим естественным состоянием и частью моей философии. Если человек силен, то это совершенно его не напрягает. Такое внутреннее бегство от людей помогает произвести ревизию и чистку собственного я, а также поменять свои жизненные ценности. Это полная ерунда, что совершенной личностью можно стать только в паре. Я стала получать настоящее удовольствие от того, что принадлежу сама себе. Ждать чего-то вечного уже давно стало не про меня. Я позволила себе великую вещь – быть самой собой, а не той, какой меня хотят видеть другие. Для меня так важна внутренняя свобода. Свобода стала моей высшей ценностью. Иногда я задыхалась от собственной независимости, а иногда ластиком стирала измученную память. Я вступаю в отношения с мужчиной и понимаю, что он милый, хороший, но не мой. Примириться – это не мой выбор. Тогда это уже буду не я. Очень часто я уходила, когда нужно было еще столько сказать друг другу. Я собираю вещи и ухожу не из квартиры, а из жизни. Я чувствую, как мне холодно. Мне хочется быть услышанной, но я не хочу слушать. Я попрощалась со многими людьми. Я уходила не к кому-то, я уходила к самой себе. Мне нравилось жить на вулкане страстей и не прогибаться под жизнью, как это делают другие. И пусть так, как живут они, легче и их так больше любят. Когда кто-то из мужчин пытается меня вернуть, мне начинает казаться, что он просто хочет съесть мою жизнь и задавить меня своими чувствами. Закрытие внешнего мира для своего личного пользования мне не нужны оковы. Я не знаю, как объяснить, что его стало слишком много в моей жизни. Боюсь, не поймет. Путь, который мы проделали в одиночку друг без друга, слишком большой, а протяжение слишком маленькое. Мое тело по-прежнему создано для любви. Только вот стало что-то с душой, с мыслями, с желанием разделить эту жизнь с кем-то еще. В груди больше не обдает холодком, как это бывает перед чем-то неизведанным. Я очень остро чувствую тот момент, когда пора уходить. Я ухожу стремительным шагом, а потом он напоминает грандиозный бег собаки. Я убегаю из отношений, которые из настоящего плавно перетекают в прошлое. Боязнь любить – это своеобразный рефлекс. Благодаря рефлексам мы одергиваем руку, когда нам горячо, и больше не хватаемся за горячую кастрюлю. Люди также одергивают душу, когда им больно, и больше не хотят повторений. Мне хочется сберечь свое сердце, и я постоянно говорю слово «нельзя». Отношения между людьми напоминают мне песочные замки. Какое бы крепкое сооружение ты ни строил, оно рухнет. Я не люблю копаться в прошлом, но иногда мне краем глаза, хотелось бы увидеть тех мужчин, с которыми я когда-то была близка. Я представляю их в виде падающего снега, и всегда подставляю свои ладони снежинкам. Они любили, но при этом меня не жалели. Каждый из них хотел, чтобы я посвятила ему свою жизнь. А я приняла достойное, честное, извешенное решение посвятить свою жизнь себе. Стираются лица, а забываются имена, но события всегда остаются. Мне очень хотелось быть кому-то нужной. И при этом я думала, сколько же нам отпущено вместе. Я успокаивала себя, что все будет хорошо. Но просто уже не с нами, не с ними и не со мной. Мужчины ждали от меня жертвенности, но я не могла ее дать. До того, как я встретила тебя, я думала, что я по жизни одиночка. Ведь я не привыкла пускать кого-то в свое пространство. В отличие от других, я не боялась сказать фразу «Да, я одна». Не предавалась каким-то объяснениям и не доказывала, что точка опоры находится у меня внутри. Это удел сильных людей. Слабый всегда жмется к толпе. Глупые правила и навязанные стандарты не для меня. Случилось невероятное. Ты смог меня отогреть. Ведь от тебя я встречалась с мужчинами и внутренним чутьем понимала, что эти отношения продлятся недолго. Я боялась привязаться к человеку и находилась рядом с ним, словно на чемоданах. Когда ты заглянул в мои глаза, то увидел в них что-то очень важное. Меня очень тронуло, что ты увидел не только красивую упаковку, но и боль в моих глазах. С тобой я совершенно перестала узнавать себя. Ты научил меня слушать мужчину сердцем. Я же смогла стать для тебя вином, крепким и пьянящим, после которого никогда не болит голова. Мы стали жить мечтами, надеждами, любовались ночным небом и слушали шум дождя. Мы больше не одинокие. Это такое счастье знать, что меня любят без меры и без края. Когда мы идем вместе, мы всегда держимся за руки, как малые дети. Это такие давно забытые эмоции, непреодолимое желание снова жить и пережить еще одну счастливую весну вместе. Наш мир наполнен дыханием, биением сердец, прикосновением рук и яркими звездами на небе. Два одиночества смогли стать единым целым. Наши отношения похожи на свежий и чистый воздух после дождя. Вся моя жизнь до знакомства с тобой – это вечная борьба, сражения, поражения, победы. Когда я встретила тебя, мне захотелось покоя. В нашу первую ночь я заглянула тебе в глаза и прошептала «Не отпускай меня». Пожалуйста, придумай что-нибудь, чтобы я осталась, чтобы я одним ударом закрыла дверь в свое прошлое. Прошу тебя, останови меня, сделай что-нибудь, чтобы меня удержать. Ты меня услышал. Сделал, и у тебя все получилось. Невероятно, но в моей жизни появился человек, который умеет отдавать, ничего не требуя взамен. Прощай мне, все на свете. Он закрывает глаза на то, что ему не удается найти ответы на свои вопросы, касающиеся моей жизни. Но он так ненавязчиво стал частью меня, что я понимаю, больше я не одна. Нас двое. Он просто любит, а я просто не боюсь больше любить. Теперь я знаю, что в жизни нет ничего важнее любви. Я улыбаюсь, прячу слезы и думаю, какое это счастье. Встретить мужчину сильнее себя.